Дональд Трамп в президентах. Такая картина устраивает далеко не всех американцев. Например, хип-хоп сообщество почти целиком против Трампа. Многие уже высказались на этот счет в своих треках, а некоторые даже посвятили целые дисы. И сегодня я бы хотел показать вам, как рэперы в Америке высказывают свою гражданскую позицию. Не забудь поставить лайк и подписаться на новые интересные видео. Но для начала реклама. Привет, меня зовут Алексей Вильнюсов. За последние полгода я заработал больше 12 миллионов рублей. В данный момент я нахожусь в самом дорогом отеле Дубая Бурша-ля-Раб. Кстати, вот он. Я веду свой канал на YouTube. В своих видео я рассказываю, как я зарабатываю. Подпишись на канал и зарабатывай вместе со мной. Ссылку на канал Алексея в описании к видео. Эмилио Рохас написал довольно популярный дис на Дональда Трампа. В нем содержатся неудачные высказывания Трампа, человек в маске с его лицом и критика политической позиции. Эмилио считает, что Трамп расист, поэтому он и заслуживает диса. Трек называется «I hate Donald Trump». Рик Рос выпустил клип, в котором прошелся по Дональду Трампу и его политике. Вакофлакофлейм негативно относится к Трампу за его позицию по отношению к мигрантам. Рэпер жестко критиковал его политику. К примеру, на одном из своих концертов он подтерся футболкой с его лицом. Мак Миллер в 2011 году выпустил клип под названием «Дональд Трамп», который сейчас насчитывает 133 миллиона просмотров. Нынешний президент Америки назвал Миллера молодым именемом, но хотел отсудить у него 75 миллионов долларов за незаконное использование имени в песне и клипе. После этого рэпер старается задеть максимально сильно миллиардера, к примеру, на шоу. Я ненавижу тебя, Дональд Трамп. Сделать Америку вновь великой? По-моему, ты хочешь сделать Америку вновь белой. Кендрик Ламар выпустил песню, в которой высказался по поводу Трампа и России. Трамп чокнутый, а России нужна перезагрузка. Снуп Дог выпустил клип, в котором Трамп представлен в образе клоуна. В конце клипа Снуп расстреливает президента. Ти Ай назвал президента собачьим поносом. Бау-вау сказал, что взял бы Миланию Трамп, жену президента, на работу проституткой. Еще одна легенда хип-хопа Эминем нередко высказывается против политики Трампа. Текст No Favors насчитывает несколько нецензурных высказываний в сторону Трампа. В треке «Предвыборная речь» рэперу удалось задеть многие слабые стороны политики Трампа, в том числе насилие со стороны полицейских. Не так давно Эминем вместе со своими слушателями на концерте обослал далеко и надолго Трампа. На этом наше видео подошло к концу. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, расскажите своим друзьям и подпишитесь на новые интересные видео. Ну а с вами был Владимир Кондрашов, переходите по всем ссылочкам в описании, в том числе в мой квай, в котором я зачитываю свой текст лайвом. Обожаю это аутро. Всем пока!